МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Зарево на Заводском. Понедельник ознаменовался в Самаре крупным ЧП. Есть что показать. Идеи Самарской области по подготовке к ЧМ по футболу представили на Сочинском международном форуме. Как в Париже. Самарские улицы вымыли шампунем. Понедельник, день тяжелый. Рабочая неделя в Самаре началась с крупного пожара на Заводском шоссе. На территории завода электромонтажных изделий горел склад. Почти 6 часов ушло у спасателей на то, чтобы потушить огонь. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. С места ЧП Павел Баймаков. Пожар на территории предприятия вспыхнул около 2 часов ночи. Горело арендованное складское помещение. В считанные минуты огонь перекинулся. На кровлю в этот момент в здании находились двое охранников. Они эвакуировались самостоятельно и вызвали спасателей. На место спасатели прибыли уже через несколько минут. На тот момент здание было полностью охвачено огнем. По данным МЧС, пожар начался в одном из помещений, которое предприятие сдавало в аренду. В нем производили отделочные материалы, преимущественно пластиковые, а также складировали пенопласт. По оценке спасателей, противопожарные нормы были нарушены. Когда мы еще смотрели, непосредственно специалисты наши уже работали на кровле, было обнаружено, что заделаны слуховые окна, через которые по требованиям пожарной безопасности должно уходить тепло в случае возникновения пожара. Конечно, это способствовало повышению температуры внутри и развитию пожара непосредственно уже в самом здании. Дальнейшим разбирательством будет заниматься прокуратура. В МЧС сейчас готовят все необходимые документы. На месте ЧП работали более 100 спасателей и 26 единиц техники. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. В Самарской сети гипермаркетов Ашан торгуют некачественным мясом и мясными продуктами. К такому выводу пришли сотрудники управления Россельхознадзора. По их данным, в 9 из 13 отобранных проб найдены посторонние примеси. Так, на свиных ребрышках обнаружено ДНК крупного рогатого скота, а в постном фарше ДНК овцы. Как эти продукты попали на прилавки, предстоит выяснить. Напомним, по результатам прошлой проверки в Ашане в Красноглинском районе, в мясе была обнаружена кишечная палочка. Руководству сети гипермаркетов выдано предписание об устранении нарушений. Это достаточное превышение. Такая продукция не должна реализовываться. Она может привести как к отравлению, так и к общей интоксикации организма. Морякам черное, авиаторам синее, сухопутным зеленое. В российской армии нововведение. Теперь солдат срочной службы будут переодевать в форму соответствующую роду войск прямо на сборных пунктах. Раньше новобранцы получали универсальную одежду и только после узнавали, где им предстоит служить. Еще одно новшество этой осенней кампании, которая стартовала в октябре и продлится до конца года, появление так называемых паспортов-срочников, электронной карты с отпечатками пальцев и регистрацией сетчатки глаза. Что еще нового у военных, узнавала Мариана Мирная. Больше двух тысяч самарских ребят отправятся на срочную военную службу в этом году. Новобранцев ждут именные банковские карты с зарплатой в 2000 рублей для сирот 3000, обновленная форма и армейские несессоры. Это обыкновенный несессор, который мужчина любой берет в командировку. Там мыло, мыльница, зубная паста, бритва, щетка. В общем, все. Какая-то крема. Это до бритья, после бритья. Все большей популярностью пользуется служба по контракту. Портрет самарского контрактника, юноша, уже отслуживший год в армии, ему от 20 до 25 лет. Остальные характеристики образования, воинское звание и уровень подготовки могут быть абсолютно разными. И все же из 4000 желающих заключить контракт, служить поедут меньше тысячи. Строгие критерии отбора. При этом шанс попасть в армию есть даже у девушек. Но, как признаются сами военные, он минимальный. Наших девушек, которые хотят связать свою судьбу со службой по контракту, мы не каждые можем взять. В основном, это у нас такие специальности в вооруженных силах войска, в основном такие профили, как медицинские работники, те же медицинские сестры, фельдшера, сам инструктора, и по связи, по связи, телефонистка, радиотелефонистка. Среди призывников этого года есть также трое претендентов на службу в научной роте. Все – выпускники Аэрокосмического университета. Прошлой весной в элитное подразделение попал только один самарец. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Самарская область стала единственным регионом, чей опыт подготовки к чемпионату мира по футболу публично представлен на международном инвестиционном форуме в Сочи. Опыт Самары высоко оценил министр спорта России Виталий Мутко. На форуме представители регионов обсудили, как идет подготовка к чемпионату в принимающих его городах. Губернатор Николай Меркушкин выступил с докладом. Особое внимание в Самарской области уделяют программе «Наследие», то есть использование объектов чемпионата мира после его завершения, чтобы не получилось, как в Греции. Одна из основных задач – не только достойно принять Мундиаль, но и максимально эффективно использовать средства на благо жителей региона. Возле футбольного стадиона будет выстроен мощный спортивный кластер. Там появится ледовый дворец на 14 тысяч зрительных мест и велотрек. На площадке радиоцентра построят студенческий кампус, городок для преподавателей и ученых, а также жилой квартал. Формируется новый микрорайон, мощный, но специфический. Причем специфика будет связана с высоким уровнем знаний, исследований и технологий, прежде всего в области космонавтики. И не только космонавтики, но прежде всего в области космонавтики. И этот опыт, он достаточно интересен для других городов, и он сегодня был достаточно широко представлен участникам круглого стола. Успеть до холодов. Подрядные организации, которые перекладывают в Самаре подземные коммуникации, должны закончить все работы, в том числе и по благоустройству до конца октября. Особенно это касается тех вскрытий, что находятся на проезжей части, таких в городе 35. Здесь должны успеть до 20 октября. Подавляющее большинство из них аварийные. Порывы происходят из-за испытаний сетей к отопительному сезону. Все земляные работы должны находиться под строгим контролем районных властей. Об этом говорили на оперативном совещании в администрации Самары. Этот вопрос был в полном объеме контролируемый с главой района. Еще раз говорю, глава района в полном объеме владела, где у него работают, как, где и зачем. Несколько раз в год дороги областного центра будут дополнительно мыть шампунем. По поручению главы администрации города Олега Фурсова, моющее средство, изготовленное в столице региона, протестировали на улице Самарской на участке от Чекалова до Маяковского. Главная задача для сотрудников МП благоустройства – очистка асфальта весной от антигололедных реагентов, а осенью – от масляных пятен. Использовать дорожный шампунь рекомендуется в дождливую погоду, так как, по словам разработчиков, грязь будет легче смыть. Сначала машина под высоким давлением, то есть с рейкой, проходит проезжую часть и обрабатывает ее разбавленным концентратом с водой, после чего выдержка 20-30 минут для того, чтобы у нас шампунь начал реагировать. После этого интенсивно следующий комплект машин уже под давлением чистой водой два-три раза производит, так скажем, смыв этого химического состава с проезжей части. Долгожданное новоселье. Жительница Самары Таисия Назарова вскоре переедет из аварийного дома в новую квартиру. Путь к уютному жилью оказался тернистым. Подробности у Алины Чемерес. На этой кухне раньше готовили пять семей. Теперь осталась только Таисия Касьяновна. Со стен и потолка здесь давно осыпалась вся отделка. Проводка старая. В этом доме негде даже помыться. Входной двери тоже нет. И туалет один на два двора. Жить в таких условиях пенсионерке, мягко говоря, некомфортно. Аварийную двухэтажку на Ленинской давно расселили. Из соседей осталась только кошка Тангина. Таисия Назарова, сотрудник российского Красного Креста. Под ее опекой десятки тяжело больных пациентов. Сама она инвалид второй группы. За шесть лет ей предлагали множество вариантов переселения. Среди них и квартира на Новосадовой. Вот так она выглядела еще в марте, когда женщина впервые в нее вошла. Разруха и горы мусора. Теперь, говорит, квартиру не узнать. Я благодарна, конечно, такой хороший ремонт, который мне сделали. Это для меня подарок в жизни. Уют и сделаю, как всегда. Уют надо привезти. Цветы у меня есть. Цветы я привезу здесь, чтобы дышало хорошо. Ремонт квартиры взял на контроль городской департамент управления имуществом. На это выделили почти 400 тысяч рублей. За двое суток отсюда вывезли весь мусор и старую мебель, которая осталась от прежних владельцев. Здесь заменена полностью проводка. Заменены сантехнические приборы. Отшпаклеваны, выровнены стены, потолки, обои. То есть все, что вы здесь видите, все было сделано. Потому что изначально в эту квартиру было зайти практически невозможно. Балкон был завален полностью. То есть выносить мусор через окно. Жилое помещение было в судебном порядке изъято из незаконного чужого владения. Мы вернули квартиру в муниципалитет. Данная квартира отремонтирована. В новой квартире все удобства, о которых Таисия Назарова мечтала много лет. Отдельная кухня, свои туалеты, ванная. Пенсионерка уже прописалась и уже планирует новоселье. Алина Чемерес, Алексей Золотенков, События. Соседи нашли компромисс. История недопонимания жителей многоэтажки, расположенной на шестой просеке, и прихожан храма Екатерины Великомученицы началась в конце сентября. А камнем преткновения стала обыкновенная калитка. По обоюдному согласию ее сначала решили сделать рядом с парковкой храма. Но потом перенесли всего на пять метров ближе к церкви, что и вызвало недовольство жителей. Миротворцами конфликта выступили представители администрации промышленного района Самары и депутаты всех уровней. От райсовета до Госдумы. В итоге калитку вернут на место, землю засеют газоном. По просьбе жителей, прихожане будут парковаться на церковной стоянке, а не во дворе дома. На уступки пошли и жители соседней многоэтажки. Церковный забор перенесут на полметра. Так будет удобнее проводить крестный ход. Сегодня весь мир отмечает один из самых популярных профессиональных праздников – День Учителя. В России он появился еще 50 лет назад. При этом Самарская школа – одна из лучших в стране. Третий год подряд самарские учителя становятся финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года». Лучших педагогов сегодня поздравил губернатор. Репортаж Марина Кравцовой. Учителем мечтала стать с детства, вспоминает Тамара Корягина. Всю жизнь она посвятила русскому языку и литературе. И, конечно, любимым ученикам. Верна остается и школе, которую когда-то закончила, и профессия. 42 года я в одной школе работаю. Говорят, что я выучила пол безымянки, это Кировский район. Ну, наверное, это так, но не считала. Есть понятие призвания, когда другого просто, никакого выбора не было. Тамара Михайловна – заслуженный учитель России. Получила звание еще и народного учителя Самарской области. С профессиональным праздником педагогов поздравил губернатор. Николай Меркушкин отметил, растить будущих ученых и специалистов, которым предстоит развивать экономику регионной страны, необходимо со школьной скамьи. Какой бы человек ни был, каким бы он ни родился, каким бы он ни талантливым ни был, для того, чтобы воплотить жизнь, нужна школа, нужны знания, нужна культура, культура в таком широком смысле слова. Нужно привить любовь к тому, чтобы он эти знания впитывал. Профессия учителя в Самарском регионе вновь становится престижной. Есть и финансовая поддержка. Молодые специалисты получают ежемесячные доплаты, а лучшие учителя – премии. В этом году около 60 педагогов региона будут получать премию губернатора. Плюс 10 тысяч к зарплате каждый месяц. Марина Кравцова, Константин Головин. События. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. Объявленное на выходные штормовое предупреждение в Самаре обошлось без серьезных ЧП. Последствия ощутили только жители районов, где скорость ветра местами достигала 20 метров в секунду. Особенно не повезло тем, кто припарковал автомобили под деревьями. На улице Фадеева под ударом оказались сразу несколько машин, а на московском шоссе на автомобиль упало металлическое ограждение. С ноября на некоторых улицах Самары ограничат стоянку в ночное время. Это коснется улиц Севастопольской, Урицкого, Зеленой, Свободы, Красноармейской. Кроме того, вводится одностороннее движение на Степана Разина. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойной работы коммунальных служб. В Самарской области выросло число долгожителей. В регионе проживают более 7,5 тысяч пенсионеров старше 90 лет. При этом женщин, перешагнувших столетний рубеж, 200 человек, а мужчин-долгожителей в 4,5 раза меньше. Самая большая площадь Европы. Самая красивая Волжская набережная. Сотни купеческих и дворянских особняков. В Самаре есть чем удивлять и покорять гостей, которые приедут в 2018 году на чемпионат мира по футболу. О подготовке индустрии туризма к проведению спортивных мероприятий мирового уровня речь пойдет на втором межрегиональном форуме «Тур притяжения». Дискуссионная площадка с участием первых лиц города и области откроется в четверг. Юный певец из Новокуйбышевска Арсений Собольков прошел в шоу «Голос дети». В предварительном конкурсе принимали участие 12 тысяч вокалистов. В третий сезон телепроекта отобрали только 100 детей. Хулиган и романтик. Крестьянский поэт, которого полюбила интеллигенция. В эти дни весь мир отмечает 120 лет со дня рождения Сергея Есенина. Поэтические марафоны прошли во многих городах России и мира. Дуэль поэтическая между Есениным и Маяковским легенда, но ставшая настолько популярной, что вновь и вновь любители лирического творчества выходят на ринг в образах. Сыграть Есенина оказалось непросто, делится Иван Соловьев. Даже внешнее сходство не помогло. Искал что-то общее с поэтом в характере. Он очень любил свою маму. Я тоже очень люблю свою маму. Я тоже писал ей стихи. Сам Есенин говорил о том, что он больше прислушивался не к книжному слову, а к словам звучащему. Это русский народный эпос. Это странники, которые приходили к ним в дом. Потом начались поиски действительно. И это поиски и на Западе были. Да, он путешествовал очень много. И через век Есенин будоражит душу. Загадочная жизнь и смерть поэта. Флёр таинственности привлекает нынешнее поколение. Вы говорили, нам пора расстаться. Что вас измучила моя шатная жизнь. Что вам пора за дело приниматься. А мой удел катится дальше, вниз. Чёрный человек спас. Не даёт мне всю ночь. Чёрный человек вводит пальцы по мерзкой книге. Заметался пожарный бой. Мы забыли, кстати, мы в таре. В первый раз я запел этот бой. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Как брат и сестра. Так называют Россию и Казахстан. В Самаре столица автономии казахов России отметили десятилетие региональной общественной организации «Акжол», что означает «светлый путь». К культуре степного народа приобычилась Марина Матвейшина. Древний казахский обычай шашу. Без него не обходится ни одно торжество. Женщины осыпают гостей конфетами, а те разбирают их как хороший знак, который сулит удачу. В Самаре отмечают десятилетие национально-культурной автономии казахов «Акжол», что в переводе означает «светлый путь». Наравне со всеми культурами и живет наша казахская культура. Самое большое достижение, что мы все друг друга узнали, нашли. Когда человек чувствует уважение к своей культуре, он будет уважать и другого человека, человека другой нации. Это очень здорово, что мы, встречаясь на улице Самары, чувствуем себя, как будто мы в Казахстане. В Самарской области проживает более 15 тысяч казахов. В стране свыше 700 тысяч. Самара считается столицей федеральной автономии казахов России. И это действительно уникальная ситуация, может быть, не только для Российской Федерации, но в какой-то степени и для всего мира. Потому что на фоне тех событий, которые сегодня происходят в мире, мы демонстрируем с вами, как люди разных национальностей, культур и религий могут жить вместе, могут жить мирно и могут строить вместе светлое будущее. Дружба не имеет границ. Как подарок всем гостям концерт с национальным колоритом. Детский ансамбль народного творчества и эстрадные артисты Казахстана. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Жители 11-часовых поясов в едином строю. Всероссийский день ходьбы объединил всю страну от Камчатки до Калининграда. Спортивный праздник прошел и в Самаре. На Волжской набережной собралось около тысячи человек. Среди них и наш корреспондент. Секрет здоровья в движении, уверена Татьяна Чернышева. Говорит, скандинавская ходьба – лучшее лекарство от возрастных болезней. Главное – перед стартом хорошо размяться. У всех, кто правильно ходит, улыбка на устах. Все прекрасно чувствуют. Мы ведь ходим ежедневно, ежеминутно буквально, да, если не сидим, не работаем или не спим. Почему бы эту возможность свою естественную не использовать для собственного здоровья? Красота среди идущих. Главное здесь не скорость, а заряд бодрости и хорошее настроение. Дистанцию почти в два с половиной километра преодолевают для здоровья и удовольствия. Чего не скажешь о молодом поколении. Юные участники дня ходьбы метнулись вперед, словно в борьбе за чемпионский титул. Расстояние в полтора километра для молодых спортсменов не проблема. Здесь все те, для кого физкультура – образ жизни. Когда я занимаюсь спортом, у меня больше всего, я больше всего становлюсь сильнее и здоровее. Организм развивается, то есть двигаться интересно. И весело, когда с друзьями там берешь, например, бегать. Мне хочется быть сильным, чтобы меня никто не обижал. Участники дня ходьбы делятся. Было бы здорово, если бы каждое субботнее утро начиналось с коллективной прогулки по живописной набережной. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. А теперь время новостей спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Военные летчики на родной арене сразятся с Саранской Мордовией. Футбольная Сызрань нанесла крупное поражение Ульяновской Волге. Тольяттинский плавец сделал золотой хитрик в Сочи. Тольяттинский паралимпиад Сергей Сухарев завоевал три золотые медали в Сочи. На всемирных играх он победил на дистанциях 200 метров комплексным плаванием, 50 и 100 метров вольным стилем. В итоге сборная России по плаванию заняла первое общекомандное место. Сызрань разгромила в сухую Ульяновскую Волгу в очередном матче первенства России профессиональной футбольной лиги зоны Урал-Поволжье. Уже на пятой минуте счет был открыт, а через полчаса еще один спортивный снаряд залетел в сетку ворот ульяновцев. Третий мяч и дубль в итоге оформил под занавес встречи Сергей Цыганов. После такого успеха Сызрань догнала Волгу и делит пятую и шестую строчки в турнирной таблице в зоне Урал-Поволжье. В Самаре военные летчики сыграют серию матчей с Саранской Мордовией в рамках чемпионата страны высшей хоккейной лиги. С принципиальным соперником еще по российской хоккейной лиге ЦСК ВВС встретится в понедельник и вторник в Ледовом дворце спорта в половине седьмого вечера. В Мордовии пока лидер соревнований. Шесть игр, пять побед. У Самарского клуба две игры в запасе и пятое место с тремя победами. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин